В оцене, примерно между 50 и 40 миллионами лет назад, мир представлял собой огромные заросли тропических лесов, которые простирались аж от Гренландии, полярной Канады до эквазора, естественно, южнее, и в Северной Америке, в Европе, в Азии в этих лесах жили приматы. Где-то, допустим, в Восточной Азии доживали свой век последние плезиадаписовые, где-то по веткам скакали уже амомисовые приматы, которые были похожи на современного долгопятов, где-то были адаписы предки лемуров, но в то ли Восточной Азии, то ли в Северной Африке появились новые животные, которые стали, собственно, настоящими обезьянами. Появились, естественно, они не просто так, потому что в середине эоцена и ближе к концу эоцена появляются новые хищники, более подвижные, похожие на современных вивер и даже уже на современных кошек, которые начали бодро бегать по веткам и ловить наших предков, которые до сих пор спасались на тоненьких веточках, но от виверы на тонких веточках спастись тяжело. Поэтому значительная часть плезиадаписовых, адаписовых приматов исчезает, и их потомки в виде тупай в Юго-Восточной Азии, ну, очень бодрых, или, допустим, лемуров до сих пор где-то сохраняются, но большая часть исчезла. А порядка 45 миллионов лет назад из каких-то амомисовых, видимо, приматов возникают, собственно, обезьяны. И это группа эосимиевых приматов. Эосимии найдены в Китае и в Таиланде, и в Бирме. Они были не очень крупными животными, ну, все того же примерно размера, где-то грамм там 50 весом, но стали довольно быстро расти. И про них, к сожалению, мы знаем не сильно много, потому что от них сохранились в основном челюсти, и редкие кости конечностей, и пяточные таранные кости. Но зубы их очень сильно изменились по сравнению с предковым состоянием. У них появились довольно широкие плоские маляры. Ну, то есть, маляры-то были и до этого, но они были довольно остренькие, потому что они питались в основном до этого насекомыми. А тут по этим зубам эосимиевых мы видим, что они стали в значительной части переходить на питание растительной пищей. На примере ранних обезьян мы здорово видим существование так называемой границы Кая. Граница Кая – это размер порядка 500 грамм, который разделяет приматов, которые могут питаться преимущественно насекомыми, это меньше как бы пол-килограмма весом, и тех, которые уже вынуждены питаться в основном фруктами, которые больше пол-килограмма весом. Потому что если зверюшка маленькая, то она может питаться насекомыми, и все у нее хорошо. А фруктами ей питаться довольно напряженно, потому что для питания растительной пищи нужно иметь большой кишечник. а большой кишечник в маленькой зверюшке просто не поместишь. Ну, иногда это можно сделать, если это черепаха с низким обменом веществ, или грузны, которые очень круто жуют, но у примат это не очень получается. А если зверюшка достигает более-менее приличного размера, уже больше полкилограмма, то ей трудно питаться насекомыми, потому что на поиске этих насекомых она затратит больше энергии, чем получит с них. И вот эти самые эосимевые начали с размера грамм 50, то есть совсем небольшие зверюшки, но они довольно быстро увеличивались и перевалили за несколько килограмм довольно-таки быстро. И это время становления, собственно, обезьян. А увеличение размеров тела, может быть, как раз было ответом на давление этих самых хищников, потому что спасаться от хищников можно по-разному. Можно ускориться, можно хорошо прятаться, можно куда-нибудь там прятаться в дуплые какие-нибудь норы, а можно стать большим. Если стать крупнее, то хищник уже становится не страшным. Поскольку в это время хищники были не очень крупные, то увеличение размеров тела, наверное, представлялось хорошей стратегией. К сожалению, полного скелета и даже полного черепа эосиме у нас до сих пор нет, но в чуть более позднее время они становятся разнообразнее, и в Азии появляются амфипитековые приматы, а еще чуть попозже, то ли тоже в Азии, то ли скорее в Северной Африке, появляются еще и парапитековые приматы. И вот в Северной Африке, на территории Ливии и особенно Египта, особенно Фаюмского оазиса, у нас уже есть не только обломки челюстей, зубы и какие-нибудь там пяточные кости, а уже полноценные скелеты и нормальные черепа. И мы уже точно знаем, на что они были похожи. Известно огромное количество этих приматов, они весьма разнообразные и по размеру, и по образу жизни, и это разнообразие создает некоторые даже проблемы, потому что часть приматов самых древних найдена в Азии, поэтому предполагается, что, наверное, они возникли на территории Юго-Восточной Азии. Но, с другой стороны, чуть более поздние, но по признакам чуть более примитивные существа найдены в Северной Африке. И поэтому другие палеоантропологи и палеоприматологи склонны считать, что, может быть, они возникли вообще-то вначале в Северной Африке. Сложности добавляет тот факт, что в это время Индия еще не доплыла до Азии, и между Северной Африкой и Азией были архипелаги и проливы. И приматы не могли так просто по суше перейти с одного материка на другой. А была еще Европа, которая была вообще сама по себе, где тоже, на самом деле, какие-то находки найдены, но, правда, вот амфипитековых, парапитековых и асимевых в Европе до сих пор еще никто не нашел. То есть это был такой заповедник более примитивных форм в этот момент. Но каким-то образом все-таки они через эти архипелаги, по факту, переправлялись. И пока остается вопрос, где они возникли. То ли в Африке, то ли в Азии. Есть аргументы и в ту и другую сторону. Не исключено, что они возникли где-нибудь в другом месте, на каком-нибудь острове среди этих проливов, потому что палеонтологи, как всегда, скованы наличием или отсутствием окаменелостей. То есть если вот в Бирме впервые, например, нашли эти кости, то да, вот у нас есть Пандаунг, например, местность в Бирме, где нашли там Пандаунгию, амфипитек и прочих. И там копали. А где-нибудь во Вьетнаме, например, не нашли. То ли потому, что не искали, то ли потому, что нету просто и не сохранилось, или не найдены подходящие отложения. То ли отложения есть, но там нету костей, потому что условия были такие. А может быть они там возникли. Но есть несколько точек, в частности в Китае, в Бирме, как я уже говорил, в Таиланде и в Северной Африке, в общем, в нескольких местах, где все-таки условия были отличные. И самые отличные условия были в Фаюме. Фаюмский Айзис знаменит замечательными саркофагами египетских времен с портретами греков, которые там жили, но это было намного позже, миллионы лет спустя. А примерно 30-40 миллионов лет назад в Фаюме росли роскошные леса, простирались болота, где, кстати говоря, параллельно возникали хоботные, сонопотамы всяческие и много всяких других экзотических зверей. Ну и среди них были обезьяны парапитековые, среди которых есть много разных, но самый замечательный это египтопитек. Египтопитек имел размер уже достаточно приличный, размером где-то современную макаку. Правда, размер мозга у него был не очень-то велик, и как раз примерно к этому времени достиг размеров мозга современной кошки, то есть где-то примерно порядка 30 грамм. То есть наконец-то наши предки достигли кошачьего интеллекта. Но челюсти у них все-таки преобладали в размерах, они были в основном фруктоядные, как я уже говорил, могли передвигаться на четвереньках, но подвешиваться на ветке, висеть на ручках, например, в этот момент они еще не могли. И по способу передвижения напоминали, как в общем и по общему габитусу, телосложению современных макак. Показательно, что у египтопитеков достаточно выражен полоидиморфизм. То есть самцы и самки весьма различались по размеру, а благодаря большому количеству находок мы это хорошо знаем. Есть эти детеныши еще к тому же. И это говорит о том, что может быть у них была довольно хитрая социальная структура, потому что выраженный полоидиморфизм среди приматов обычно типичен для существ довольно развитой какой-то социальной структурой. Может быть у них была гаремная социальная структура, где один самец имел гарем из нескольких самок. К сожалению, точно мы этого сказать не можем, потому что в нашем распоряжении лишь окаменевшие кости, строго говоря даже не кости, а камни по форме костей. Но именно по таким находкам обычно приходится выгадывать, что там происходило. В последующем эти парапитековые обезьяны дали следующий всплеск, новую адаптивную радиацию и стали предками новых групп приматов. Но это уже совсем новая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова